Приветствую всех! Меня зовут Ирина. Уже больше двух лет назад на моем канале вышло видео о том, где нужно ставить запятые. К сожалению, под ним очень много комментариев. Сложно, непонятно, мало примеров. Поэтому я выпускаю видео, где нужно ставить запятые, версия 2.0. Я не обещаю, что в этом видео я вам буду рассказывать, что однородные члены предложения это красный шарик, зеленый шарик и синий шарик. И нужно разделять эти члены предложения запятыми, потому что нужно перечислить эти шарики. Нет, в детский сад мы с вами возвращаться не будем, но в этом видео я, по крайней мере, дам вам навигацию по темам, которые буду называть, чтобы вы могли в них углубиться уже отдельно. Потому что если я сейчас подробно буду разбирать всю пунктуацию русского языка, где встречаются запятые, то это видео будет длительностью не один час, поверьте. Даже сейчас я уверена, глядя на свой сценарий, что это видео получится не менее 15 минут. Поэтому прежде чем перейдем к правилам, у меня к вам будет несколько просьб. Во-первых, пожалуйста, не злитесь на то, что вам нужно переходить и смотреть другие видео, чтобы понять конкретную тему. Вы ведь учитесь, а за 15 минут что-либо сложное выучить, ну, практически невозможно. Поэтому нужно углубиться в ту или иную тему, чтобы ее понять и воспринять. Во-вторых, не поленитесь перейти на мой сайт, где будет еще больше примеров, как вы просили в прошлом видео, чтобы сейчас в видео не занимать время на то, чтобы просто зачитывать эти примеры. В-третьих, подключайте, пожалуйста, свои знания, включайте голову и не просто сидите и думайте о том, ой, как же это сложно, это невозможно выучить, да, запятые вообще не буду ставить. Ну, тогда выключайте видео, если вы с таким подходом относитесь к делу. Но если вы серьезно настроены, тогда четвертая просьба к вам. Берите ручки, листочки и введите хотя бы небольшие конспекты, записывайте себе правила, примеры. Может быть, отмечайте просто то, что вам нужно повторить. Итак, практически по всем пунктам, которые я сейчас буду называть, у меня есть отдельные видео. Ссылки на эти видео будут в описании к этому видео. Если вдруг что-то останется непонятным, то задавайте, конечно же, свои вопросы в комментариях. И как только вы поймете, что это видео окажется для вас полезным, то, пожалуйста, поддержите меня лайком. Проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Если вдруг еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. Нажмите значок колокольчика. Если вы вдруг случайно наткнулись на мой канал, то перейдите, посмотрите другие видео, связанные с ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку. Если вы уже не учитесь в школе, то у меня есть видео для взрослых, например, о том, как грамотно вести переписку. Все видео организованы в плейлисты, поэтому я надеюсь, что вы не потеряетесь. Конечно же, в этом видео мы с вами будем говорить о случаях, когда ставится запятая. Но по тем же самым правилам, например, запятые при однородных членах предложения, будет довольно много случаев, когда запятая не будет ставиться. И еще и поэтому я рекомендую вам более глубоко изучить каждое правило. Итак, начнем с однородных членов предложения. В первую очередь между ними запятая ставится при отсутствии союзов. Например, потекла со страшной быстротой густая, пестрая, странная жизнь. Однородные члены предложения густая, пестрая, странная разделены запятыми. Запятая всегда ставится между однородными членами предложения перед союзами, а, но, да, в значении но, однако, хотя и другими. Например, не род, а ум поставлю в воеводы. Она говорила мало, но толково. Если между однородными членами предложения есть повторяющиеся союзы, и, и, ни, ни, то, то, не, то, не, то, или, или, либо, либо и так далее, то запятые будут ставиться между всеми однородными членами предложения. Например, К этим случаям я называю всего по одному примеру, потому что совсем недавно на моем канале вышло видео о знаках припинания при однородных членах предложения. Перейдите, посмотрите его, там вы найдете больше примеров, и, как я уже говорила, на моем сайте вы найдете больше примеров. Если однородные члены предложения соединяются двойными или парными союзами, то запятая будет ставиться перед второй частью союза. Например, Как недостатки, так и достоинства Полтавы были равно не поняты тогдашними критиками и тогдашней публикой. Запятая ставится перед второй частью союза, так и. Иногда однородные члены предложения группируются попарно, тогда запятые будут ставиться между парами однородных членов предложения. Например, Русский народ смышлен и понятлив, усерден и горячь ко всему благому и прекрасному. В данном случае у нас есть две пары однородных определений, это смышлен и понятлив, усерден и горячь. Запятую мы ставим только между парами. С однородными членами предложения мы закончили второй случай постановки запятой между повторяющимися словами. Они не являются однородными членами предложения, но всегда разделяются запятыми. Например, Еду, еду в чистом поле. Зимы ждала, ждала природа. За теми деревнями леса, леса, леса. Скорей, скорее в город за лекарем! Кричал Владимир. Идем дальше. Запятыми выделяются обращения со всеми относящимися к ним словами. Например, Простите, милые долины, и вы, знакомых гор вершины, и вы, знакомые леса. В данном предложении у нас есть целых три обращения. Это милые долины, знакомых гор вершины и знакомые леса. Мы их все выделяем запятыми. Запятыми в предложении всегда выделяются вводные слова и вводные предложения. Например, Аркадий, мне кажется, во всех отношениях похож на кусок очень чистого и очень мягкого воска. Это была работа чистая, покойная и, как говорили наши, спорая. В первом предложении вводная конструкция, мне кажется, во втором, как говорили наши. Пятый случай постановки запятых при сравнительных оборотах. И они должны начинаться со сравнительных союзов, как, словно, точно, будто, как будто и так далее. Например, Идем дальше. Запятыми чаще всего выделяются обособленные обстоятельства, выраженные одиночными дейпричастиями или дейпричастными оборотами. В первом предложении будет одиночное обособленное дейпричастие. Из мертвой главы гробовая змея, шипя, между тем выползала. А во втором предложении уже будет дейпричастный оборот. Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Дейпричастный оборот здесь, возвращаясь из Персии. Седьмой случай постановки запятых связан с обособленными определениями, и здесь будет сразу несколько подпунктов. Во-первых, обособляется определение, выраженное причастным оборотом или прилагательными зависимыми словами, если оно стоит после определяемого слова. Несколько смежных горных вершин, покрытых лесом, пламенели в лучах восходящего солнца. Недвижно стояли леса, полные мрака. В первом предложении определение выражено причастным оборотом, во втором – прилагательными зависимыми словами. Второй случай. Запятыми обособляются два или более одиночных однородных определения, стоящих после определяемого слова. Что это значит? Что чаще всего после существительного или местоимения могут идти прилагательные причастия или даже существительные являющиеся определениями. У них не должно быть зависимых слов, и между собой они должны быть однородными. Например, Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузьмичу. Бледная и трепещущая – однородные, одиночные определения, зависят от слова Маша. Они стоят после этого слова, именно поэтому их нужно выделить запятыми. То есть перед словом бледная поставить запятую и после трепещущая. Идем дальше. Вспомните, что в первом случае я вам сказала, что определение должно стоять после определяемого слова, чтобы оно обособлялось. Но есть случаи, когда оно будет обособляться вне зависимости от места в предложении. Один из таких случаев – это тот, когда причастный оборот имеет добавочное обстоятельственное значение причины уступки или условия. Истощенный усилиями и лишениями старик слег в постель. Старик слег в постель, потому что был истощен усилиями и лишениями. Здесь добавочное обстоятельственное значение причины. Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос. Здесь тоже у нас добавочное значение причины. Также распространенные определения и одиночные однородные определения будут обособляться, если зависят от личного местоимения. С меня лил градом пот, но возбужденный криком маслова я махал вилами во всю мочь. Причастный оборот стоит перед определяемым словом, но определяемое слово выражено личным местоимением я, поэтому причастный оборот мы все равно обособляем. Также определение будет обособляться, если оно отделено от определяемого слова другими членами предложения. Дальше, вечно чуждые тени моют желтый нил, раскаленные ступени царственных могил. Определяемое слово нил, распространенное определение вечно чуждой тени. Между определением и определяемым словом есть другие члены предложения, поэтому определения мы выделяем запятыми. И отдельно стоит поговорить о приложениях. Приложения это определения, выраженные существительными или существительными зависимыми словами. Они также обособляются, если зависят от личных местоимений. Мне, человеку в костюме босика, трудно было вызвать его франта на разговор. В этом предложении оба приложения зависят от личных местоимений и оба они обособляются. Выделяются запятыми приложения, зависящие от существительных и не образующие с ними тесного смыслового единства. Например, девочка-любимица отца вбежала смело, обняла его и, смеясь, поникла у него на шее. В данном случае приложения-любимица отца. Также выделяются запятыми приложения, начинающиеся с союза как и имеющие значение причины. Как истинный художник, Пушкин не нуждался в выборе поэтических предметов для своих произведений, но для него все предметы были равны и исполнены поэзии. Выделяются запятыми приложения, выраженные именами собственными, если перед ними без изменения смысла можно вставить, то есть, а именно. Один только казак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук. Остальные братья Мартын и Прохор до мелочей схожи с Алексеем. С обособленными определениями закончили, идем дальше. Выделяются запятыми уточняющие конструкции. Например, вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры. Вдали, где именно ближе к роще, это уточняющая конструкция. Следующее правило. Выделяются запятыми конструкции, ограничивающие значения предыдущих или последующих слов, начинающиеся со слов. В том числе, включая, исключая, за исключением, кроме именно по имени, то есть, или в значении то есть, иначе, иначе говоря, например, как, например, скажем, как-то, особенно, даже, и при том, и так далее. Надеюсь, что благодаря примерам вы сейчас поймете, о чем идет речь. Все встали и отправились на террасу, за исключением Гедеоновского, который втихомолку удалился. Мы выделили запятыми за исключением Гедеоновского. У нее никто не бывал, кроме нас, и она была права, когда говорила, что кроме меня и доктора у нее в городе нет никого знакомых. Здесь выделяем запятыми конструкции с предлогом кроме. Запятыми мы выделяем междометия, например, эх, ох, ну, эй, ай и так далее. Например, о, вы были ребенок резвый. Идем дальше. Запятая ставится после слов, обозначающих утверждение, например, да, конечно. После слов, обозначающих отрицание, например, слово нет. После слов как же, что же, обозначающих подтверждение, согласие. И после слова что, когда оно обозначает вопрос. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. А вы были в Москве, доктор? Кстати, здесь у нас обращение, вспоминайте его. Да, я имел там некоторую практику. Нет, не дряхлому востоку покорять меня. Вы помните Катюшу у тетушки Марии Ивановны? Как же, я ее сшить учила. Что, испугался давеча? Ответил отец, столкнув меня. И еще в рамках простого предложения, запятая может ставиться после прямой речи. Когда кавычки закрываются, ставится запятая, тире и начинаются слова автора. Например, к вам пришли, сказал Дворецкий. С простым предложением мы закончили, переходим к сложному предложению. Запятая чаще всего ставится между частями сложносочиненного предложения. Например, В обоих предложениях две грамматические основы. В первом предложении части сложносочиненного предложения соединяются со союзом А, а во втором союзом Да. Запятые ставятся между главным и предаточным предложением, сложно подчиненным предложением. А если предаточное предложение стоит внутри главного, то оно выделяется запятыми с обеих сторон. Например, Дорога, которая вела в горы, неожиданно оборвалась. Предаточное предложение стоит внутри главного, мы его выделяем запятыми с обеих сторон. И финальное правило. Запятая ставится между частями бессоюзного сложного предложения, если в предложении речь идет об одновременных или последовательных событиях. Например, Был сентябрь, желтели магнолии. На коричневых сухих виноградниках весь день лаяли привязанные у шалашей собаки. Напомню вам, что это видео было обзорным, чтобы вы осознали весь масштаб того, когда в русском языке могут ставиться запятые. Скорее всего, я даже что-то забыла. Если вдруг такое произошло, то информация об этом будет написана на моем сайте. Практические части ищите в отдельных видео. Если что-то осталось непонятным, то обязательно об этом спрашивайте в комментариях. Если есть вопросы не по теме этого видео, то задавайте их в моей группе ВКонтакте через функцию «Предложить новость». Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой инстаграм, на новости моего сайта. Становитесь моими спонсорами и получайте приятные бонусы. И будьте с Иришу, ведь я все решу, люблю вас, всех целую, удачи, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok